Всем привет! Сегодня у нас тема трепа с колес, это партнерство. Посмотрел я комментарии к серии роликов мастер своего дела. Ну и как бы они все хорошие, позитивные, положительные. Мы с многими людьми общались. Вообще формату быть хочу сказать. Вот потому что формат действительно прикольный. У нас будет вот допустим в сентябре еще три получается мероприятия, на которых я буду на всех участвовать. То есть это будет как там получается МВ Групп делает в Москве Тулфест. Потом КНАУФ там закрытая встреча будет, они приглашают там блогеров. И в Пятигорске будет обучающий семинар по механизированной получается шпаклевке штукатурки, как зарабатывать с помощью машин. То есть я там буду, соответственно пересекаться с людьми и будет в общем вся эта скажем так движуха. Кстати на Тулфест и на КНАУФ они официально меня пригласили. В принципе и Пятигорск тоже. Поэтому короче встретимся там. Если кто будет, с удовольствием пообщаюсь. Тулфест даже дали мне, точнее обещали дать мне какие-то 10 карточек с 10% скидкой в МВ Групп. Ну по-моему так. Вот поэтому я их просто раздам своим скажем так первым десяти людям, которые ко мне подойдут. Так что вот так. Итак продолжим по поводу самого партнерства. Что хочется сказать в первую очередь? Ну опять же как я это вижу, то есть видео ни в коем случае не то, как нужно делать. Я просто расскажу о том, что происходит со мной, ну и как бы может быть с другими людьми, которые рядом со мной сейчас. Вот. Первое. Давайте так. Путь одному в общем очень тяжело в любом случае. В любом виде деятельности. В строительстве тем более. В ремонте, в отделке. Вообще как это можно? Я не понимаю. Когда люди приходят и сам, он сам делает квартиру там. Пускай на 50 квадратов там. Он там на нее тратит полгода там или год там. Ну я не знаю. Ну во-первых это психологически очень тяжело. Во-вторых ты находишься на одном уровне. То есть давайте так. Я не буду про это рассказывать. То есть просто я в своей жизни никогда не работал один. Все. Точка. Поэтому у меня было очень много разных, скажем так, давайте назовем это бизнес-партнерами что ли там. Или просто людей, с которыми мы зарабатывали деньги. Вот. Во-второго. Ну первое, что хочется сказать. Не старайтесь работать с друзьями. Вы можете. Вот все это говорят. И я сам это говорю и знал. Но скажем так, партнерство с другом практически всегда приведет вас к непоняткам. То есть не нужно ни в коем случае. То есть вы можете подружиться став партнерами. Да. То есть это немножко другое. Но изначально строить бизнес. Мы будем так называть. Да. Допустим это все-таки бизнес. Да. Строительный. Как ни крути. Да. Сфера оказания услуг она в принципе тяжелая. И ну одному тяжело. Одному невозможно. То есть там где ты слабее. То есть первое, что хочется сказать. Не берите себе в партнеры людей, которые явно слабее вас. У вас не получится. То есть у вас не получится по одной простой причине, что один будет абсолютно на своем другом уровне. И это уже будет наверное не партнерством. Это будет мучением по сути. Как и для одного, так и для другого. Поэтому постарайтесь все-таки взять себе в партнеры человека, который ну как минимум это вашего уровня развития. А как максимум все-таки выше и тянитесь. Тянитесь к нему. И раз бы я не обжегся, я все-равно буду работать с кем-то. Потому что одному сделать невозможно. Нельзя взять хороший заказ. Нельзя подумать обо всем. Да. То есть нужно уметь доверять людям. И в любом случае никто не построил корпорацию какую-то большую в одиночестве. То есть если вы задумываетесь о том, чтобы сделать что-то интересное, то вам обязательно нужен будет партнер. Обязательно. Вот. Поэтому это нужно четко понимать и искать. Первое, что хочу сказать, что нужно стараться все-таки найти партнера, который немножко в чем-то умнее вас. Ну то есть хотя бы вы так думаете, чтобы вам было чему у него учиться и куда тянуться. Потому что если вы возьмете себе, конечно это палка на двух концах. Потому что всегда есть два партнера. Если вы возьмете себе человека, который явно, ну скажем так, ниже уровнем, да, там во всех смыслах этого слова, вам будет тяжело понимать его как ну морально, так может быть и материально, ну еще как-то. То есть старайтесь все-таки найти партнера либо ровнее себе, либо выше. Если выше, это даже хорошо. Но вы должны тогда заинтересовать этого человека чем-то, понимаете. То есть не бывает так, чтобы ты пришел и тебе только давали, да. Если ты пришел к кому-то, ну грубо говоря, ну вот у меня как было, да, я и почему-то всегда, ну вот у меня, скажем так, я проходил этот момент, я старался взять себе кого-то, ну может быть там, ну меньше его нагружать задачами, учить чему-то, ну не нужно. Лучше, лучше прийти к человеку, которому ты будешь стараться сделать, скажем так, что-то, чтобы ему было полезно. То есть, ну вот я, я, я пришел к такому выводу. Потому что если ты, получается, берешь, если ты начинаешь, скажем так, нужно стараться что-то дать человеку, с кем ты в партнерстве. Не только взять, потому что если ты начнешь только брать, ну все, это, это тупик, это как бы, ну это будет недолго и это будет, ну больно, печально и вообще. То есть, поэтому старайтесь найти себе людей, на которых вы можете положиться. То есть, которые в чем-то умнее, что ли, вас, наверное. Кайф этой камеры в том, что, короче, я всегда знаю, записывать меня или нет. Это очень классная функция. Я специально не отключаю лампочку, если она здесь маленькая, они не бесят. Итак, как обычно, на самом интересном месте села батарейка, поэтому едем вечером с работы, да, снимаем все это дело. Так вот, не помню, на чем остановился, но смысл в следующем. Лично я это понял и много людей об этом говорят, я, наверное, не первый. Нужно понимать, что деньги – это, ну, второе. И самое главное, чтобы была общая цель. Если общая цель только денежная, ну, финансовая, да, то, наверное, ну, можно делать с такими людьми какие-то проекты, ну, небольшие, да. Во-первых, на самом деле, партнеров может быть много по бизнесу. И это нормально. То есть, с некоторыми нужно делать какие-то серьезные вещи, а с некоторыми, скажем так, маленькие. Вот. Так вот, финансовая часть, она должна быть, ну, наверное, на втором плане. Потому что, если ты готов это делать бесплатно, значит, ну, ты на правильном пути. Вот если вы найдете такого человека, ну, вам повезло. То есть, объективно, вам повезло. Еще один из моментов, ну, который лично в моей жизни присутствовал несколько раз, когда, ну, такая, это больная тема, но, тем не менее, хотелось бы немножко затронуть, может быть, кого-то приостеречь. Хотя, в принципе, еще раз повторюсь, что у каждого свой путь, и все действуют по-разному. Но мой совет лично, не стараться не связывать себя какими-то обязательствами с людьми, которые, ну, скажем так, которые в больших долгах или в кредитах. Просто мне это неизбежно ляжет на ваши плечи. В моей жизни это было два раза. То есть, то, что, ну, скажем так, у людей были такие проблемы, и они все равно отражаются. То есть, даже если у вас все будет очень хорошо идти, все равно у человека будут трудности, и как ни крути, они перейдут на вас. То есть, ну, старайтесь такие моменты выяснить заранее. Ну, это просто совет, это, я не говорю, что это 100% работает, но так бывает, и это, ну, не очень, скажем так, хорошо. А в целом, в целом обязательно экспериментируйте, обязательно ищите новое. Я еще раз говорю, старайтесь найти человека, который не в вашей сфере. То есть, если вы занимаетесь картоном, либо же там электрикой, найдите штукатуру, найдите плиточника. То есть, поэтому, потому что именно вдвоем у каждого свой опыт за плечами, вы сможете создать нечто, ну, интересное, вы сможете предложить комплексные услуги. То есть, либо же найдите из другой сферы человека, инкомпетентного в своем вопросе, да, из слияния двух как раз-таки умов могут, ну, сделать прорыв. Ну, это мое личное умозаключение. Ну, как-то так. Вот на этом, наверное, треп колес наш закончен. Всем удачи. Экспериментируйте. Мы проехали на красный свет. До свидания. Продолжение следует...